шалом дорогие друзья всем добрый вечер рад видеть всех кто находится со мной в этот час уже ночной а вот отлично три человека уже есть всем добрый вечер доброй ночи шалом скажите пожалуйста у вас отображается тема написано только урок посвящается памяти ли есть еще тема тема сегодня я не знаю отобразилась или нет почему-то у меня не видно это скажите пожалуйста какая у вас тема отображается и напишите как слышно как видно как видно как слышно напишите пожалуйста от 1 до 10 и отображается ли у вас тема а тема сегодня очень очень полезная и очень очень интересная называется 7 золотых качеств для приближения к творцу так вот сердечки так 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 как видно нет тем а хорошо значит тема я потом напишу темы вы слышали этот урок я посвящаю памяти и возвращению души моего отца и я расскажу о семи качеств которые помогут нам получить тору о семи качеств которым я научился моего отца с божьей помощью вчера закончился лакбаумер праздничный день и люла великого мудреца торы великого таны раби шимона барюхая и написано в книге бнеи сахар что от лакбаумера до шивота нас отделяет 17 дней 17 это гематрия тоф то в это добро на иврите это намек на святую тору которая называется добро говорят наши мудрецы на то что написано в торе в самом начале я думаю что многие из вас может быть все читали этот пасук и увидел всевышний свет что он хорош хорош это то же самое слово тоф как говорят наши мудрецы что это говорится про свет который был спрятан запрятан для праведников в святую тору и говорят наши мудрецы что с лакбаумера к шивоту празднику дарования торы этот добрый свет начинает сиять как известно в дни сфера таомер мы усиленно работаем над нашими качествами и готовимся к принятию торы как говорится в перке а вот этическое поведение предшествует торе то есть для того чтобы получить свет торы правильно понимать тору нам нужно обладать хорошими качествами правильно сейчас напишите очень интересный вопрос как вы думаете какое качество является основой всех хороших качеств так видно слышно хорошо так так ну и время он дали для эфира на самом деле на самом деле мое время это 6.15 в среду в понедельник но я немножко задержался сейчас вы знаете с этим коронавирусом пока детей ложишь спать пока подготовишься проходит время поэтому с позволения я к ваша тагина он не позвонил давай он мне позволил дать поздние эфиры давать и я этим пользуюсь так есть версии уважение лесси морейнс пишет уважение это самая основа всех хороших качеств интересная версия но наши мудрецы смотрят глубже и говорят другое качество есть еще варианты ну друзья давайте работайте руками напишите ваши варианты так я вижу летают у меня тут пальцы вверх вверх но мне бы хотелось от вас какого-то ответа я еще немножко подожду сердечки летают спасибо большое всем какое качество является по мнению наших мудрецов самым самым корневым качеством от которого идут все хорошие качества все хорошие медот так ну-ка ну-ка мне тут надо перелистывать доброта это очень краск классная мысль но наши мудрецы смотрят еще глубже прощать да при порядочность терпение любовь любовь два человека написали любовь о эстер эти ханукаев написала скромность и это правильный ответ большинство мудрецов на самом деле говорят что основа всех всех хороших качеств и основа которая нам нужна для получения торы это скромность на иврите анава алексей левицкий говорит доверие это очень глубокая мысль мне она очень нравится потому что битахон это я считаю очень очень важная вещь для получения торы битахон башем доверия всевышнему полагание на творца уверенность творцы это очень очень важное качество но я так понимаю что наши мудрецы смотрят еще глубже и они говорят что есть что-то более важное секундочки я отключу будильник прошу прощения у жены сработал будильник на телефоне не предвидено и так значит доверие что еще есть на самом деле еще еще одно качество приз в студию с удовольствием так есть еще одно качество которое я видел которые говорят наши мудрецы ну я сразу же скажу не буду вас томить это качество это благодарность говорит я помню точно от моря слонима что на чем держится все и как я понимаю скромность тоже это благодарность то есть когда мы умеем знаем что такое благодарить старшего человека благодарить родителя благодарить творца то на этом держатся вообще все хорошие качества поэтому очень важно воспитывать ребенка воспитывать себя постоянно благодарить вообще слово еврей это от слова благодарить мы должны каждый день каждый час каждую секунду благодарить творца благодарить людей за то что у нас есть и вообще самое первое о чем мы должны думать когда утром просыпаемся да моде они что такое моде они кто-то знает конечно знаете моде они благодарю я тебя творец это то о чем мы должны думать так вот еще тут версии милосердия и уважения это очень важно конечно очень важно на нашем мудрецы называют два качества большинство насколько я знаю скромность есть мудрецы которые говорят что основа всех хороших качеств это благодарность возможно возможно что есть мудрецы которые говорят что упование на творца есть разные версии все они естественно связаны друг с другом вообще святой язык дает нам потрясающее глубинное понимание что такое работа над качествами слово качество на иврите это меда в буквальном смысле это означает мера то есть не бывает плохих качеств бывает неправильная неподходящая мера как и когда я применил мою склонность да то есть у меня есть какая-то склонность ну например злиться на другого да это плохо но злиться на себя что я не исполнил обязательства это хорошо то есть склонность ее можно применить и хорошо и плохо откуда мы знаем как сколько проявлять силы находящиеся в нашем распоряжении впоследствии изучения торы когда мы изучаем тору изучаем аллаху еврейский закон таким образом мы понимаем что и сколько и когда нам нужно делать каждый из нас приходит в мир вместе с подарками которые дал нам всевышний дело чувства таланты окружения способности материальные условия нашего бытия тора учит нас в какой мере нужно распоряжаться этими подарками да сколько где когда и так далее один из величайших подарков творца нам это наши родители какими бы они ни были наша душа их выбирает еще до рождения и все что они нам делают и дают будь это то что нам нравится или не нравится приятно или неприятно это все до мельчайших подробностей входит в план творца по отношению каждому из нас и все это ведет нас к исполнению нашего личного предназначения об этом нужно помнить это очень важно наша задача в этом мире обнаружить те ресурсы которые мы получили в этом мире от всевышнего и максимально направить их на служение творцу соединить с творцом львиную часть наших ресурсов мы получили от родителей каждый из нас должен понять что он приобрел от родителей и как может направить это наилучшим образом на служение творцу и сейчас после кончины моего отца я хочу поделиться с вами моими выводами чему я научился от моего отца и это качество которое каждый кто хочет приближаться к творцу должен воспитать в себе этот урок посвящается памяти моего отца возвышению его души он скачался в Йомазе корон в день памяти павших в войнах Израиля в Санкт-Петербурге на 66 году жизни он был человек советской закалки он жил и работал в Петербурге работал организатором экскурсии он был очень предан жене и детям то есть мне и моему брату я уже немного рассказал о нем в посте в этой группе около двух недель назад можете посмотреть есть пост небольшой про моего папу да будет его память благословенна итак дорогие друзья сейчас я выключаю телефон и я расскажу вам какие качества помогут нам получить Тору что делать сломанный телефон который вдруг непонятно с ничего звонит все я отключил телефон смотрю ваши комментарии так 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 добрый вечер да это то что мы говорим спасибо кстати то что говорим барух даяна иметь барух тоже бракха своего рода благодарность да интересно то есть мы благословляем Творца как за хорошие вещи так и за плохие вещи да за все мы Творца благодарим итак сейчас я перехожу к списку тех качеств которым я научился моего отца и которые помогут нам получить Тору с Божьей помощью первое качество в моем списке это постоянство постоянство это основа любых достижений книга Эньяков приводит в очень интересный мидраж мидраж наилам скрытый мидраж как это можно перевести там три великих мудреца спорят какой пасук включает в себя всю Тору представляете какой вопрос вот интересно что вы думаете какой пасук какое предложение из Торы включает в себя всю Тору интересно подождать одну минутку и узнать что вы думаете на эту тему какой пасук какое предложение в Торе включает в себя всю Тору Тору посмотрим что вы пишете так добрый вечер Ирина шалом Виталий какой пасук включает в себя всю Тору понимаете какой вопрос мидраж а это то что говорит книга Эньяков есть такой мидраж да какой пасук так о вы а авто это кому пасук пишет павел вы мамаш а сказали мнение одного из мудрецов великолепно мы знаем это от раби Акивы там это по-моему говорит другой мудрец в этом мидраше но араби Акива говорит что это клальгадольбе Тора это великое правило в Торе да теперь мне Цветана то же самое пишет возлюби а возлюби бога и ближнего вот интересно что в этом мидраше написано именно возлюби ближнего своего я слышал на эту тему про Вазик Шер он говорит что тот человек который не умеет любить ближнего он не может любить и бога по-настоящему то есть если вы видите человека еврея который говорит я люблю бога но я не люблю евреев неправильно такого не может быть он значит на самом деле его нет любви к богу если вы хотите по-настоящему любить творца в первую очередь в первую очередь нужно полюбить научиться любить своего ближнего так соблюдайте заповеди мои красиво очень красиво я даже об этом честно говоря не думал но мудрецы наши в этом метроше они ищут не просто соблюдение заповедей они ищут какое предложение объединяет всю Тору вся Тора это не только соблюдение заповедей еще много других вещей то есть на чем на каком пасуке стоит вся Тора да в принципе соблюдайте заповеди мои это очень глубокая вещь и я думаю что можно было это написать но по какой-то причине вот эти три мудреца в этом метроше они этот пасук не упоминает ну хорошо так еще одно мнение не ближнего а такого как ты ну окей на самом деле написано итак что говорят нам наши мудрецы в этом мидраше первый мудрец говорит самый главный пасук который включает в себя всю Тору это пасук шма израэль ашем алюкейн ашем и хадж слушай израэль бог всемогущий бог один но я думаю что это можно понять тот человек который знает что бог один он придет к соблюдению всей Торы и наверно как я понимаю вот то что написала нам слава соблюдайте заповеди мои то мы ищем мы ищем мы ищем в этом мидраше что приводит нас к соблюдению заповедей то есть какая какая мысль да какое качество даже можно сказать приводит нас к исполнению всех заповедей и к исполнению вообще всей Торы да вот примерно так я это понимаю давайте дальше посмотрим значит первая фраза первая фраза шма израэль ашем алюкейн ашем и хадж слушай израэль бог всемогущий бог один слушай израэль бог всемогущий бог один да так можно перевести правильно бог наш бог наш бог наш всемогущий бог один вторая фраза второй мудрец говорит вы ахталерэхакамоха как уже сказали несколько человек то есть вы точно точно сказали как один из мудрецов но третья фраза третий мудрец нас просто шокирует что он говорит что это означает что это означает одного барашка приноси утром а другого барашка приноси после полудня это говорит это фразы из даже не буду вам говорить откуда как вы думаете что это означает что хочет сказать нам этот мудрец причем тут барашки торы и барашки какая связь так напишите ваше мнение какая связь какая связь между барашками и всей торой пишет алексей левицкий не сотворит другому того чего не хочешь себе это не пасук в торе это то что сказал гилель не еврею который пришел к нему и сказал научи меня пока я стою на одной ноге научи меня торе не делай другому того что не хочешь себе да или если более более четко то что ненавистно твоему ближнему то что ненавистно тебе так что еще есть благодарность так это больше относится к прошлому вопросу а летоми пишет павел отлично отлично павел нам намекает на ответ и я этот ответ озвучу давайте не буду вас томить что это означает эта фраза одного барашка приноси утром другого барашка приноси после полудня это означает что мы говорим о постоянном ежедневном жертвоприношении говорят этот мудрец имеет ввиду что самое главное что нам нужно в жизни для того чтобы исполнить всю тору это постоянство это основательность это доводить дела до конца и делать их самое главное каждый день точно так же как приносится барашка в храме приносили барашка утром после полудня следующий день тоже утром после полудня это каждый день точно так же мы должны научиться делать каждый день те вещи которые приближают нас к творцу постоянство это основа всех достижений в материальном и в духовном интересно в чем доказательство что это основа всего доказательство того в том что в этом мидраше приходит еще один большой мудрец который больше чем все эти три и говорят и говорит Аллаха как последний как тот мудрец который сказал о постоянном ежедневном жертвоприношении представляете то есть через это мы видим что качество постоянство это очень очень важное качество поэтому первым делом мы должны развивать себе постоянство так да дальше второе качество это гармоничное сочетание целеустремленности и жизни в моменте то чему я научился от отца это бытие авая имеет те же самые буквы как слово Всевышний имя Всевышнего непроизносимое Ют Гей Вав Гей это очень большой намек что Всевышний хочет чтобы мы жили в настоящем моменте то есть то что мы сейчас делаем мы делали бы на сто процентов мы бы проживали это на сто процентов процентов c когда я говорю благословен ты на слове благословен я думаю о слове благословен як diets ты я думаю о слове ты я постоянно в том что я делаю и концентрируюсь на этом на сто процентов да это жизнь моменты проживаю все что я учу все что я говорю это очень очень важное качество Это должно идти вместе с целеустремленностью, то есть есть люди, например, те люди, которые окружают меня, в основном отличаются целеустремленностью. Я иду к своей цели, вот я хочу, например, человек ставит цель, закончить шас, закончить весь Талмуд. Каждый день я хочу учить по странице Талмуда, например, какой-то человек поставил себе цель, и он может дойти до того, что он изучил страницу, понял, галочка себе поставил в уме. Еще одна страница Талмуда, понял, галочка. Где его соединение с тем, что он учит? Где его связь? Где его жизнь в настоящем моменте? Человек такой, который только целеустремлен, он может потерять совершенно связь с настоящим моментом, он весь постоянно живет в будущем, и это проблема. Конечно, целеустремленность – это великолепно, и нужно быть целеустремленным, но с другой стороны, нам нужно быть в моменте, и это то, кстати, чему сейчас, я надеюсь, нас учит коронавирус, то, что мы сидим дома, мы заперты как бы, мы отключены от многих вещей, которые раньше были нам привычны, и мы можем сейчас научиться наслаждаться и быть в том моменте, в том, что мы делаем. Даже вот я сейчас ем, например, суп, я могу наслаждаться и переживать каждую ложечку, которую я ем, и думать, я это сейчас делаю для того, чтобы быть сильным для изучения Торы. Мне нужны силы для того, чтобы изучать Торы и соблюдать заповеди, и тогда все ваше удовольствие и весь ваш процесс еды засчитывается вам как митцва, заповедь. Я помню, что во время одного из визитов родителей ко мне в Иерусалим, после разговоров с папой, я вел утром своего сынишку в садик, тогда ему было около трех лет, и мы шли по парку такому красивому, который у меня находится под домом, ну, маленький, типа парк такой, вот, и мы идем там, и я учу своего сына, как говорить, и я учу его словам, я говорю на иврите ему, говорю, вот, скажи, дерево. Он говорит, дерево. Я говорю, смотри, какая красивая птичка, смотри, скажи, птичка. Он говорит, птичка. Я говорю, смотри, какое красивое небо. Скажи, небо. Он говорит, небо. И вдруг я начинаю смотреть на мир его глазами. И передо мной открывается совершенно другой мир. И я вдруг вижу бесконечное количество проявлений Творца. Какая красота. Красота – это диферит. Это одна из сферот. Мы сейчас работаем на сферот. Одна из сферот, которыми создан мир. Диферит – красота. Это проявление божественности. Я вижу во всем красивом, что окружает меня. В дереве, в дуновении ветерка, в солнечных лучиках, в небе, в облаках над головой. Я вижу проявление Творца. Это такое удовольствие. Это такая красота. Я почувствовал себя просто в раю. Это что-то необычайное. Это что-то такое красивое и завораживающее. И самое интересное, что это всегда с нами. Я тогда, помню, я не хотел даже никуда идти, хотел остаться там и гулять по этому парку, смотреть и наслаждаться природой. И это Всевышний дал мне подарок. Это ощущение. Это хаваян, как бытие. И это то, что всегда с нами. И идеальное сочетание целеустремленности с этим бытием, когда человек и идет к цели, и одновременно он радуется каждому шагу. Это можно сравнить еще. Человек, например, очень любит ездить на машине. Дали ему машину, ему все равно, куда ехать. Ну, главное ехать. Куда это? Главное ехать. А чтобы ехать, нужна цель какая-то. Ну, он говорит, хорошо. Я еду. Давай мне цель, я поеду к этой цели. И точно так же мы. Мы изучаем Тору не для того, чтобы все изучить. Это тоже задача. Но в идеале, как я это понимаю, наша задача должна быть в изучении Тору. Просто, что мы наслаждаемся изучением Тору. Потому что мы хотим, и мы живем изучением Тору, исполнением заповедей. И те люди, которые так вот живут, что для них соблюдение законов Творца, приближение к Творцу, исполнение заповедей, изучение Торы, помощь ближнему – это наслаждение. И они просто кайфуют от этого, как, не знаю, как человек, ну, грубое сравнение. Человек, который очень любит водить. Вот сейчас ему, наконец-то, дали. Он долго не водил, ему дали сейчас поехать на какой-то крутой машине. Вот тот человек, который вот так изучает Тору – это то, к чему нужно стремиться. К такому изучению Тору и соблюдении заповедей. И следующая вещь, которую я научился от отца, и которую нам поможет в получении Торы, это не верить на слово тем, кто говорит невозможно. Кстати говоря, по поводу прошлого качества, я добавлю еще, что к этому можно добавить довольствие за тем, что имеешь. Ну, как известно, очень известно выражение, как «я вот, кто богат, тот, кто доволен своей долей». По поводу не верить на слово тем, кто говорить невозможно. Раби, то есть, я помню, что подходил к папе, говорил ему, «Пап, ну вот это нереально». Он говорит, «Ты уверен? Проверь, а может быть так, а может быть так, а может быть так». И оказывалось, что это реально. Раби Нахман в Ликутой Муаран пишет, что если человек... Рассказывается такая история в Талмуде, что человек, у которого упал тфелин, он хотел одеть тфелин на корабле, у него тфелин упал в воду. Написано, что этот человек засчитывается, ему как будто исполнил заповедь одевания тфелина, хотя на самом деле этот тфелин не одел. И говорит Раби Нахман очень интересную вещь. Да, конечно, засчитать, как будто мне исполнилась эта заповедь, это хорошо. Но я хочу по-настоящему исполнить. Поэтому, если у меня не получается исполнить какую-то заповедь, это значит, что мне нужно просто увеличить желание, желать, желать и стараться исполнить эту заповедь, пока не получится. Пока Всевышний не даст мне эту заповедь исполнить. И это то, чем я научился, это важное качество, которое может помочь нам в получении Торы не сдаваться. Идти дальше к своей цели, к приближению к Творцу, к изучению Торы на более высоком уровне, искать не почему невозможно, а как можно. Может быть так, может быть так, может быть так, посмотреть с разных сторон, пробовать, усиливать желание и с Божьей помощью получать новую ступень того, что приводит нас к близости еще больше с Творцом. Четвертое качество – не сравнивать себя с другими. Папа мне постоянно говорил, почему ты смотришь на других? Смотри на себя, на то, что ты должен делать. Рамхаль, великий мудрец Торы, который написал книжку Месилат и Шарим, начинает эту книжку, первая глава, «Основа благочестия и корень совершенного служения Творцу состоит в том, что человеку становится понятно, в чем состоят его обязанности в этом мире». Его, а не всех вместе. Не смотри на других, делай свою работу в этом мире. Пятое качество, которое я научился от отца и которое нам поможет получить Тору в шивот – организованность. Раф Сим Хакоин, современный мудрец Торы, рассказывал о группе, в которой я учился у него, про своего брата, который все считают очень мудрым, очень умным. И он говорит, что на самом деле, в чем его секрет, он просто намного более организован. Все, что он изучает, он конспектирует в тетрадь, пишет источник. Вся информация у него очень упорядочена и разложена по полочкам. Говорят наши мудрецы очень интересную фразу, что чем более человек организован, тем более он велик. И папа мне постоянно говорил, «Пищеплан, упирающий на место» – это то, что ведет внешняя организованность, она ведет к организованности в мыслях, в мыслях, и таким образом это организует, в конце концов, нашу жизнь. Вообще, кстати говоря, изучение Аллахи, изучение еврейского закона, оно тоже ведет, конечно же, к упорядочению наших мыслей, очень организует мысли и очень организует нашу жизнь. Всем очень советую, рекомендую изучать Аллаху. Следующее качество, которое он научился от отца и которое поможет нам принять Тору – не откладывать вещи в долгий ящик. Расторопность. Зрезим макдемимля митцвод. Это означает, расторопные опережают в исполнении заповедей. Вот смотрите, очень вам тоже интересный вопрос. Давайте, кто со мной сейчас, думайте над вопросом. Человек сидит в тюрьме, еврей сидит в тюрьме. Ему говорят, сейчас мы тебе можем дать один день, в который ты можешь выйти в течение года. Человеку, например, мне о нас будет сказано, осталось сидеть еще 20 лет в тюрьме. Ему говорят, ты можешь выйти на один день. Какой день ему выбрать? Вот, например, сегодня человек, который сидит сегодня, ему говорят, пожалуйста, выбирай на один день. До следующего года ты можешь выбрать, на какой день ты выйдешь. Хочешь на Юки-Пур, хочешь на Шаву-От, хочешь завтра. Когда этому человеку нужно выйти? Что скажете, что говорит Аллахан? Какие мысли? Когда нужно этому человеку какой день выбрать? Какой день выбрать? На какой день выйти из тюрьмы? Шаббат, Йом-Кипур, Рошашана, завтра, сегодня. Что? То есть, давайте так, уточню. С завтрашнего дня ты можешь выбрать до... Через год. Да, у тебя есть год, ты можешь выбрать, когда ты хочешь выйти на один день. Какой день ты выбираешь? Йом-Кипур, пишет Виталий. Ну, очень логичное мнение. Да, конечно. Я тоже так думаю. Леся Муренец. Завтра может и не быть. Есть сейчас. О, Леся Муренец нам намекает на ответ. Говорят наши мудрецы, что нужно выйти на следующий день. Почему? Потому что потом человек может и не быть. Потому что нужно использовать первую возможность для того, чтобы исполнить митцву. Вообще, для чего человеку выходить из тюрьмы? Для того, чтобы исполнять заповеди, те, которые в тюрьме он не может исполнить. Что-то купить себе, что-то зайти в синапогу, может быть, помолиться. И так далее. То есть, для того, чтобы исполнить те заповеди, которые он не может исполнить в тюрьме, нужно выходить на следующий день. Это то, что говорят наши мудрецы. Это качество расторопности. Мы видим заповедь, сразу на него кидаемся, берем ее и делаем. Да? Понятно, что, естественно, это не черно-бело. Есть вещи, когда нужно подождать, нужно подготовиться. Есть хаседут, который говорит, что самое лучшее это. Вообще, заповедь начинается с подготовки к заповеди. И даже, более того, подготовка к заповеди, это больше, чем сама заповедь. Насколько я понимаю, есть такой хаседут. И на самом деле, это очень важная подготовка. В принципе, подготовка к заповеди, на самом деле, считается, как часть заповеди. Да? То есть, не надо это принимать как черно-белым. Но это очень-очень важное правило. Расторопность. Как правило, как только, как только появляется заповедь, мы ее сразу хватаем. Так, Адина пишет сегодня. Ну, я сказал, на самом деле, поправился, что с завтрашнего дня. Правильно ответила. Эстер пишет, не знаю, что говорит Лаза, но я бы вышла сразу. Аллахада. Завтра. Все правильно, Адина. Итак, мы сейчас пришли к седьмому, последнему в моем списке качеству, которому я научился от своего отца и который поможет нам принять Тору наилучшим образом, с Божьей помощью, идти до конца за истиной. Это то, что мы видим у всех наших мудрецов. Илель, а я умер. Илель говорил, то, что он осознал и говорил это, он этому следовал всю свою жизнь. Он всей своей жизнью это говорил. Я это выражаю для себя так. Делай, что должен и будь, что будет. Иначе говоря, делай волю Творца и все будет хорошо. Дорогие друзья, если есть какие-то вопросы, сейчас время задать. Спасибо вам большое за лайки, за сердечки. Если вы не успеете здесь задать вопрос, я знаю, что есть задержка, я с удовольствием вам отвечу в личке. Пишите в личку. Эстер пишет, 9-е перепроводимые предложения, как хочет, но бывает. Я буду рад вашим вопросам. Я желаю нам максимально подготовиться к великому празднику дарования Торы, к шивоту. Если вам понравился этот урок, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь этим уроком с друзьями. Спасибо вам большое за внимание. Я желаю вам воплотить эти знания в жизнь, ощущать все больше и больше сладостей в изучении Торы и будьте счастливы. До новых встреч! Продолжение следует...